В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Кирове осудили 29-летнего Андрея Бакина за покупку синтетических наркотиков. Осенью прошлого года молодой человек приобрел 50 запрещенных таблеток через интернет. Все подробности в рубрике «Сводка». Первомайский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Кирова за покупку запрещенных веществ через интернет. В суде установлено, что в сентябре прошлого года Андрей Бакин договорился с неизвестным, а затем купил у него и забрал через тайник в деревне Дресвянова Кирово-Чепецкого района 50 таблеток синтетического наркотика весом не менее 20 граммов. Затем поехал на машине назад в Киров. Бакина остановили сотрудники полиции и при досмотре изъяли у него наркотики. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему полтора года в колонии общего режима. Не только широкий ассортимент товаров предлагали своим покупателям продавцы мини-маркетов, но и предоставляли возможность сыграть в азартные игры. Полицейские отправились в показательный рейд и проверили 50 круглосуточных магазинов. В 27 из них нашли игорные терминалы. Один был замаскирован под оборудование для перевода пожертвований. Изъяты и направлены на исследование 30 терминалов, 28 системных блоков и 7 жестких дисков. По результатам исследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Тем, кто установил игорное оборудование, грозит уголовная статья за незаконную организацию и проведение азартных игр. Виновные рискуют получить срок до 6 лет. Также к уголовной ответственности могут привлечь собственников помещений за предоставление места для игорного оборудования. Полицейские отчитались, что такие рейды по магазинам проводят регулярно, но похоже, что весьма выборочно. Игровые автоматы в торговом центре «Лето». Прямо перед лицом города в торговом центре напротив железнодорожного вокзала стоят игровые аппараты, которых никоим образом не коснулась полицейская проверка. Возможно, время еще не пришло. Мужчину в кепке подозревают в краже из автомобиля. В полиции расследуется уголовное дело по факту преступления, которое произошло 24 декабря у торгового центра на улице Производственной. Из припаркованного автомобиля были украдены запчасти для электроинструмента. Предполагаемый злоумышленник попал на запись камеры видеонаблюдения. Если вам знаком этот мужчина, сообщите в полицию по телефону на экране. В Кирове на улице Воровского вспыхнули провода. Пожар произошел рядом с книжным магазином. Искры разлетались во все стороны и касались проезжей части, представляя опасности для проезжающих автомобилей и автобусов. В целом пострадавших не было. Алина Котрихова, место происшествия. Алина Котрихова, место происшествия.